В этом видео уроке я расскажу как сделать 3D анимацию персонажа в After Effects при помощи плагина Element3D. Для этого понадобится 3D модель. Будем использовать в нашей работе сайт mixamo.com это сайт от компании Adobe на данный момент манипуляции на сайте бесплатны мы загрузим нашу 3D модель на сайт загрузка вы видите может осуществляться в нескольких форматах производится загрузка модели и сейчас нам немножко надо поработать на нашей модели нажимаем next у нас симметричная модель нам необходимо расставить точки первую точку ставим на соединение шеи следующую точку вставим около кисти следующая на сгибе локтя точка расположена также вставляем точки для коленей все у нас симметрично и еще ставим одну точку завершающую теперь мы можем нажать кнопочку next и у нас пойдет обработка скелета нашей 3D модели и теперь мы можем увидеть что у нас анимированный персонаж который двигается мы теперь выберем танец в поиске выберем dance и выберем какой-нибудь более менее плавный танец вот этот вот мне кажется подойдет лучше всего применяем его к модели и видим как наша 3d модель которая была до этого статично делает движение теперь сохраним нашу 3d модель с анимацией расширение fbx и нажмем скачать у нас произойдет скачивание нашей анимированной модели женщины кошки далее нам необходимо еще сделать одно действие для этого нам понадобится редактор blender 3d я честно скажу новичок еще в этом редакторе но здесь ничего сложного легко разобраться мы будем импортировать нашу fbx модель и обязательно поставим галочку что нам необходимо с анимацией вот у нас загрузилась уже 3d модель немножко изменим масштаб и посмотрим как работает у нас анимация в редакторе blender 3d как вы видим анимация все у нас в порядке нам необходимо выставить конечный кадр здесь выставляем конечный кадр нашей анимации и теперь нам необходимо экспортировать эту модель формат object ставим обязательно галочку анимация и сохраняем нашу модель которая будет распознаваться уже плагином элемент 3d вот мы видим у нас происходит скачивание наших анимированных файлов они все по отдельности каждый кадр у нас анимации сохраняется как отдельный файл теперь закрываем редактор blender 3d нам он больше не понадобится и не сохраняем модель мне она сейчас не нужна заходим заходим в Adobe After Effects создаем новую композицию создаем новый слой сплошная заливка применяем название слоя и нажимаем кнопочку ok применяем к этому слою эффект элемент 3d и загружаем нашу картинку здесь важно чтоб необходимо у нас было загрузить ее вот таким вот образом выбираем первый файл из нашего списка и нажимаем ok загрузка произошла ставим нормальный размер проверим как работает анимация анимация работает прекрасно нажимаем кнопку ok и видим наш 3d объект размещенный на слое загрузим в наш проект картинку ночного города немножко изменим ее масштаб и перетащим его вниз для того чтобы наша 3d модель была первым слоем верхнем теперь немножко изменим масштаб нашей 3d модели размер нашей 3d модели и наверное ее чуть-чуть пониже разместим сделаем это уже через настройки плагина посмотрим посмотрим как у нас будет проходить анимация и нанесем текстуру на наш 3d объект выбираем текстуру нажимаем ok текстура у нас на наш 3d объект загружена но вот таким вот образом выглядит гораздо красивее и гораздо реалистичной наша 3d модель которая еще и движется и для реалистичности нашего изображения необходимо также еще нанести тень придать тень нашему 3d объекту выбираем плоскость размещаем его под нашим объектом меняем размеры нашей плоскости на которую у нас будет падать тень от нашего объекта и выбираем текстуру для тени как нанести правильную текстуру я уже показывал в прошлых уроках ссылку на то как нанести тень можно посмотреть под видео или сейчас вы видите ее в информации на экране также входим в установки рендеринга и выбираем что у нас будет отображаться тень также для тени нам необходимо создать источник освещения создадим источник освещения вот с такими вот параметрами и видим уже что кусок тени у нас получился но почему-то он обрезанный нам теперь необходимо посмотреть изменим наше отображение посмотрим как у нас вид сверху и изменим положение источника освещения здесь делаем источник освещения повыше и направим луч на наш 3d объект подвинем подвинем наш источник освещения вот таким вот образом отрегулируем что у нас теперь есть полностью вся тень нашего 3d объекта изменим размеры нашей плоскости на которой размещена тень для наглядности для наглядности сейчас применим другой цвет чтобы видеть как мы изменяем нашу плоскость вот так вот будет прекрасно и made shadow нанесем для тени теперь запустим нашу анимацию посмотрим как у нас все это работает мне кажется очень реалистично объект мы заставили двигаться 3d объект по нашему сценарию мне кажется что у нас получилось очень замечательно вот с помощью таких нехитрых манипуляций можно создать анимацию 3d объекта в редакторе after effects немножко изменим еще освещенность тени немножко изменим положение нашей тени вот таким образом мне нравится больше спасибо за внимание нажимайте кнопку нравится подписывайтесь на канал жду ваши комментарии в ближайшее время будет много интересных видео уроков в комментариях в комментариях в комментариях в комментариях